Эта неделя особенная, масленичная, сопровождается весельем, гуляниями и, конечно же, блинами. А уже с понедельника наступит Великий Пост. И сегодня мы в студию новостей пригласили священника Павла Крысанова, чтобы поговорить о предстоящем 40-дневном посте. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, приближаются дни Великого Поста. Великий Пост начнется 2 марта и продлится до праздника Светлой Пасхи, до 19 апреля. В этом году Пасха именно в этот день. Как Вы считаете, отец Павел, все ли понимают смысл соблюдения Поста? И что тут первоочередно? Конечно, с смыслами не всегда просто, потому что сделать действие гораздо проще, чем его осмыслить. Конечно, всегда в храмах в течение Великого Поста священники на проповедях напоминают о том, что он сводится не только и не столько к, скажем так, диете, к смене своего рациона. Но это обязательно и участие в богослужениях, которые в течение Великого Поста особенные. И в другое время года они не повторяются. Это, конечно, и чтение Священного Писания, и размышления над евангельскими событиями, которые предшествовали Светлому Христовому Воскресению. На нашем телеканале выходит передача «Дорога к храму». Ну, некоторое время она не выходила, но вот совсем скоро она появится в обновленном формате, и вы, собственно, ее ведущий. Поделитесь, пожалуйста, с нами впечатлениями, как вам процесс съемок и вообще, что ждать телезрителям. Конечно, для меня это был интересный опыт. Мы действительно перезапускаем программу «Дорога к храму». Она выйдет в несколько ином формате. И хотелось бы добавить в нее дух, ну, скажем так, некого такого домашнего общения. Добавится новая рубрика, помимо старых, которые, конечно, останутся, это рассказы и о жизни видновского благочения, о храмах видновского благочения, о праздниках. В том числе о Великом Посте, конечно, мы расскажем в рамках нашей передачи. Но мы еще и будем приглашать интересных гостей в священном сане, не только в священном сане. Которые могут быть интересны зрителю, которые являются людьми верующими, церковными, но при этом являются еще и людьми разносторонними. Вот в данном случае мы пригласили на беседу к нам священника Олега Осадчева, который, помимо того, что служит в Георгиевском храме города Видно, еще является музыкантом. Как это было, уже увидим в программе после вечерних новостей в 19.50, если не ошибаюсь, в понедельник 2 марта. Обязательно будем ждать с нетерпением. Я напоминаю, что дорога к храму выйдет в понедельник 2 марта сразу после вечерних новостей в 19.50. А в нашей студии был ведущий программы священник Павел Крысанов.